Я не идеален. Хех, кто бы мог подумать. У меня полно недостатков, вредных привычек и скелетов в шкафу. О них мы поговорим позже. Говоря о вредных привычках, людям в первую очередь на ум приходит алкоголь, сигареты, переедание. Впрочем, с них мы и начнем. Вспоминая себя в прошлом, хочется сказать. Ты что наделал, а? В смысле? Ты посмотри на себя, лишний вес, отдышка, комплексы, а теперь еще и это. А это откуда? Ай! Прошу, возьмись за голову, перестань пить, жрать, мастурбир... Да понял я, понял. Ладно, займусь собой, уговорил. Что-то ничего не меняется, ты забил, да? Ага. Увы, в молодости бывали моменты, когда я зло употреблял алкоголем. Ох, как я зол! Три литра пенного для меня было что-то типа аперитива перед основным блюдом. Сейчас же я столько не выпью. Во-первых, не хочу. Во-вторых, уже прошло то время диких вечеринок, после которых соседи вызывали полицию, а квартира была похожа на Америку после урагана Катрина. Ну и в-третьих... Я слишком стар для всего этого дерьма. Если я сейчас выпью столько же, сколько пил раньше, скорее всего, меня придется откачивать. Разряд! Эх, он был слишком стар для этого дерьма. Воды! Оглядываясь назад, я понимаю, что те пьянки ни к чему хорошему в итоге не приводили. А после того, как я на одной из них потерял уже третий по счету телефон, и пришел домой с отпечатком чьих-то ботинок на лице, я понял, пора завязывать. Хм, походу, Адидас из последней коллекции. Неплохой выбор. Но след от гусеницы танка смотрелся бы круче. А, ну понятно, сейчас начнет... Ты готов идти к победе, несмотря ни на что? Покажи, на что способен твой стальной характер в World of Tanks. Более шести сотен танков уже готовы и ждут тебя. Врывайся в ураган сражений в заснеженных горах, пустынях, лесах и городах. Невероятная графика и качество звука помогут погрузиться в атмосферу танковых сражений. Можешь не переживать про фпс. Игра шикарно оптимизирована и идет даже на самых простых ноутбуках. Играй соло или с друзьями, а захватывающие ивенты не дадут тебе заскучать. Переходи по ссылке в описании и забирай подарки при регистрации. 7 дней премиум аккаунта, 400 тысяч кредитов и 3 танка. Они помогут тебе быстро сориентироваться в игре. Так что скорее врывайся в ураган танковых сражений. В бой, командир! Ах да, я же еще и курил. Что? Мда, ваш покорный вообще не отличался здоровым образом жизни раньше. Но благо все это позади. Сейчас я пью только по праздникам немножко. На донышке! Не курю и стараюсь правильно питаться. Хотя нет-нет, но иногда при виде сочного бургера, манящего меня в свои объятия, мне сносит крышу. Только это был последний раз, понятно? И еще не хватало, чтобы жена узнала. Это, блядь, что такое? Опять жрешь в кровати! Так, ну с алкоголем и сигаретами разобрались. Это все ужасно вредно. Крайне не рекомендую вам даже пробовать эту гадость. А вот что делать с остальным? Я до сих пор не понимаю, почему некоторые привычки перечислили в стан вредных. Вот, допустим, ковыряние в носу. Не то, чтобы я любитель, но как оно мне навредит? Разве что отношение людей ко мне может измениться. Ну, еще вроде как можно повредить слизистую носа, но можно просто не увлекаться. И, кстати, отложите бутерброды те, кто сейчас кушает. Убрали? Так, Ань, я вижу, ты еще ешь. Вот, теперь все. Итак, вы знали, что некоторые ученые считают привычку есть свои сопли. Ничем иным, как попытка организма укрепить свой иммунитет. То есть организм вместе с вашими зеленуками получает порцию вредных микроорганизмов, что помогает ему научиться борьбе с ними. Образовательная минутка с Закой. Но это не значит, что я одобряю ковыряние в носу. Все-таки лучше оставьте его в покое. Мы еще встретимся. Знаете, что я считаю по-настоящему вредной привычкой? Это ковыряние своих ран. Допустим, у меня есть друг, который постоянно расчесывает свои болячки, укусывает комаров, прыщики. Доходит до того, что он может проснуться на окровавленной простыне, потому что уже на автомате делает это ночью. А ведь так можно занести какую-то заразу в кровь. А потом гангрена, ампутация, реабилитация. Жена уедет к теще, будешь жить лишь на дотации. Запомни слово мастера. Не трогай свои вафки, иначе можешь кончить, как бомжара на заправке. Да, я ковырял ранки в детстве. Так подумать, каких только привычек не бывает у людей. Один мой друг, допустим, уже жить не может без дневного сна. Примерно с 12 до часу. И да, даже на работе в свой обеденный перерыв он предпочитает поспать, а не покушать. Видимо, скучает по детскому саду. Хотя, не могу его винить. Там и правда было круто. А вот что не круто, так это он. Эй. Один мой друг, который очень громко ест. Не знаю, как вас, но меня почему-то очень раздражает такое поведение. Чтобы вы понимали, поедание им супа звучит примерно так. Да хватит уже! Просто возьми ложку, зачерпни суп и аккуратно залей это в свой хлебальник! Итак, минус друг. Ну, ничего страшного, у меня есть еще один. Знакомьтесь, парень с погонялом грива. Он относится к виду гривастику с обыкновением. Знаете, вот эти типы с перманентной челкой, которые постоянно ходят и трясут своей башкой, чтобы убрать ее с лица. Я ничего не имею против длинных волос у парней и даже челок. Но, блядь, ты можешь просто ее за ухо убрать или заколки использовать. Я не хочу простудиться, сидя рядом с тобой. Ну да, возможно, девчонкам такие нравятся. Они же загадочные. Может, даже вампиры. Или просто сосу... Какой-то я нетолерантный к чужим тараканам, хотя сам хорош. Допустим, многие друзья жалуются на мою привычку ходить в туалет перед выходом из дома. Вроде ничего такого, но дело в том, что я могу там засесть надолго. А еще я сам недоволен своей чрезмерной педантичностью. Стараюсь никогда не опаздывать, живу по графику, все вещи по полочкам и т.д. Тоже вроде не критично, но боюсь, что это мешает мне заниматься творчеством в полную силу. Ах да, еще я люблю прыщики давить. Свои. Просто я знаю, что есть люди, которым нравится давить чужие. Никогда этого не понимал. Дэ. Уверен, привычки, о которых я сегодня рассказал, меркнут по сравнению с вашими. Так что, если у вас в голове поселился веселый таракан, а может и со всей семьей, расскажите о нем в комментариях, интересно будет почитать. Помните, все мы люди разные, стоит терпимее относиться к загонам ближнего своего. Если только он не хлюпает ртом, когда пьет чай. Субтитры сделал DimaTorzok